Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Социально-экономическую и пневмологическую ситуацию Малокарачаевского района обсудили на встрече глава республики и руководитель муниципалитета. Из-за прохудившейся крыши каждый дождливый день для них обращивается большим потопом. Вести разбирались в проблеме жителей Зеленчукской. 2020 год стал для них особенным, почему особые регистрационные номера свидетельств о рождении достались Ясмине и Олесе в репортаже Весей. Сварщик, сантехник, автомеханики, слесари. Именно в них сегодня особенно нуждается рынок труда. Исполнилось 80 лет в системе профтехобразования. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел встречу с главой Малокарачаевского района Рамазаном Байрамуковым. Обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в муниципалитете. Рашид Тимрезов поручил усилить профилактические меры мероприятия, обратить особое внимание на меры по дезинфекции общественных территорий. Рамазан Пахатович проинформировал о реализации в районе программы комплексного развития сел. Обсудили также иные вопросы социально-экономического развития Малокарачаевского района. В рамках встречи глава Крачаева Черкесии дал поручение усилить контроль и ускорить ход работ по капитальному ремонту дома культуры в селе Учкикен. Несколько лет жизни без крыши над головой. К нам в Вести поступило обращение с просьбой осветить проблему от жителей многоквартирного дома по улице Ленина, 55, станицы Зиличукской. По словам жителей администрации, станица отказывается делать ремонт крыши, которая уже пришла в негодность. А во время осадков вся вода попадает в квартиры и подъезды. Проблемной ситуацией разбирался наш корреспондент Алихан Лепшоков. Жители многоквартирного дома по улице Ленина, 55, живут как и под открытым небом. Галина Николаенко купила квартиру в этом доме в 2017 году. С этого времени каждый дождливый день для ее семьи оборачивается большим потопом. Из-за ненадлежащего состояния крыши вода после обильных осадков течет в квартиры и подъезды. Счетчики полностью изолированы, так как из-за стекающей воды к ним происходили перебои с электричеством. Потолок уже не выдерживает. Кому мы только не обращались, но нет никаких результатов, отмечает Галина Николаенко. Ведра не убираются во время дождя. Они так и стоят, потому что дети ночью не спят. Потому что их надо выливать в воду, если обильный дождь. Вот с этой стороны, как с крана льется. Как она образовалась, как она льется, как с крана вода. Что мне хочется сказать, значит, 9 сентября мы написали заявление. Повторное было заявление написано через месяц, в октябре месяце. Мы просили Ольгу Владимировну Хомякову, чтобы она прислала комиссию для создания акта по квартирам. Тишина по сегодняшний день. Чтобы комиссия посмотрела не только что на лестничной площадке, а что еще в квартирах. Пенсионерка из 62-й квартиры Людмила Мишуринская живет со своим мужем-чернобыльцем несколько лет в этой квартире. После обильных осадков им пришлось вызывать специалистов, которые прорезали натяжные потолки, дабы слить всю накопившуюся влагу. Иначе потолок уже не выдерживает. Мы уже боимся, что завтра потолок обвалится и похоронит нас здесь, отмечает Людмила Ивановна. Я уже два раза меняла холодильник, потому что холодильник у меня сгорел. Уже сколько раз мы вызывали электриков, это уже у нас счета нет. Я уже сбилась со счетов, сколько раз мы вызываем. Они говорят так нам. Да, квартиры приватизированы, вы должны за свой счет. Мы делаем за свой счет. Дорогие наши власти, услышьте наш, пожалуйста. Кровля же, ведь государство, она не наша собственность. Она же государственная. Помогите нам. Потому что у меня сил, просто нет сил уже. У меня муж чернобыльц, он этой плесенью всех дышит. Этой сыростью, этой плесенью. Но нельзя же, ну, услышьте наш, пожалуйста. Мы обращались в администрацию нашей станицы, а также и прокуратуре. Но никаких изменений сетуют жильцы многоквартирного дома. В основном местные власти ссылаются на то, что квартиры приватизированы и что не собраны достаточно средств износов самих жильцов на капитальный ремонт. В капитальный ремонт, я думаю, что не только крыши входят. Но причина здесь есть. По сегодняшний день у нас, никто нам не отписался, во время комиссии нет у нас. Ничего, пока тишина. Но ждем, мы упорно ждем. По вопросу ремонта кровли многоквартирного дома по улице Ленина, 55, мы обратились к главе администрации станицы Зеленчукской Ольге Хомяковой. В нашем разговоре по телефону руководитель администрации отметила, что из-за высокой стоимости ремонта данного дома и отсутствия средств из собранных взносов жителей на капитальный ремонт, администрации станицы было направлено ходатайство на внеплановый ремонт Министерства строительства и ЖКХ и Фонду капитального ремонта. Но ответ еще так и не получен. Данный дом является у нас на территории самым большим. И площадь кровли тоже достаточно значительная. Для смертной стоимости ориентировочная ремонта этой кровли составляет порядка 13 миллионов рублей. В 2018 году администрации поселения было проведено комиссионное обследование состояния кровли и составлен акт, который был направлен региональному оператору капитального ремонта для рассмотрения возможности переноса ремонта кровли на более ранние сроки. На сегодняшний день окончательного решения по переносу не принято. Мы продублировали данное обращение еще раз в ноябре месяце. Очень надеемся, что данный вопрос решится положительно. Жителям остается надеяться, что в скором времени начнутся хоть какие-то строительные работы. И им не придется провести зиму без крыши над головой. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 265 человек. Из них 7 316 выздоровели, 909 госпитализированы. Пандемия не помеха демографическому росту. Наоборот, в Черкесии зарегистрировано рекордное количество новорожденных за год. Число малышей, появившихся на свет в високосном году, превысило отметку в 2000, чего не было вот уже 33 года. Знаменательное событие отметили в ЗАГСе столице с торжественным вручением свидетельства о рождении. Фатима Даурова о пользе карантина и его последствиях для демографии. Вот и нагрянул бум рождаемости после карантина. Таких цифр Черкесск не видел уже 33 года. Более 2000 младенцев появились на свет в этом году в республиканской столице. Но особые регистрационные номера свидетельства о рождении достались только двум малышкам – Ясмине Гидеевой и Олесе Гущиной. Одной посчастливилось родиться по счету 2000-й, а у другой символичный номер – 2020. За эти годы мы наконец-то превысили это количество. Конечно, рождаемость у нас повысилась, мы работаем, мы радуемся. А рождаемость в среднем примерно? Ну, полторы, тысячи, 1600. Вот такие цифры у нас были. Больше мальчика были, больше девочек. Но, вы знаете, я не могу вам так вот сразу сказать. 50 на 50, я думаю. Официальное поздравление новоиспеченные родители получили от руководства ЗАГСа Карачаева Черкесии и регионального отделения партии «Единая Россия». Кстати, одним из презентов от единороссов стал символичный плюшевый белый медведь. Вашим лицам хочу поздравить и поблагодарить всех родителей и до 2000-го ребенка, и до 2020-го. Хочу пожелать нам всем, чтобы детей в нашей республике рождалось как можно больше, чтобы они рождались здоровыми, красивыми, и чтобы у нас у всех была возможность всегда найти те слова, те возможности, чтобы поддержать и родителей, и детей, чтобы дать им достойное будущее. Вообще как-то и не ожидали, если честно, что так вот так все будет. Мы думали, просто как обычно придем, с удейство рождения получим. Ну да, так и бывает. А так первый раз попались на вот это мероприятие. Девочка с характером похожа на этот год. Девочка нет. Ну да, она с характером, спокойная, тихая. Постоянно спит. Мы ее не видим, не слышим. У нее сейчас период такой, постоянно спать. А сейчас еще она как начнет подрастать. Специалисты ЗАГСа надеются, что этот положительный тренд бэйби-бума, непредсказуемого, сложного во многих планах 2020 года, удастся удержать. И планка в 2000 поднимется еще выше. Фатима Дорова, Рашид Тока, Вести, Карачаево-Черкесия. 20 ноября во Всемирный день ребенка Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике будет проведена горячая линия по вопросам взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Жители республики смогут обратиться в отдел организации исполнительного производства и исполнительного розыска реализации имущества должников с 9 до 17 часов по телефону в Черкесии 21-56-18. Сейчас настало время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Сегодня в Карачаево-Черкесии осадки, дождь, мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 10-14. Температура ночью минус 1-6, днем минус 1-4. А в горах ночью до минус 12, днем 5 градусов мороза. На дорогах местами гололедится. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем небольшие, дождь, мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 14. Температура ночью минус 1-3, днем 2-4 выше нуля. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. 80 лет много или мало, кто, когда стоишь на страже трудовых ремесленных резервов страны. Когда каждый день отдаешь делу при просвещении и обучении, и подготавливаешь квалифицированных рабочих разных профессий. Свой юбилей отметили работники профтехобразования. Награды и поздравления от лица правительства республики они приняли в Большом зале Главного дома республики. Фатима Даурова подробнее. Яркие букеты цветов, грамоты, знаки отличия и слова благодарности и поздравлений. Сегодня так чествуют тех, кто связал свою жизнь с государственной системой профессионального технического образования и ветеранов, заложивших основу современным колледжам, училищам, лицеям. За свою 80-летнюю историю система профтехобразования прошла непростой путь развития. За этот период миллионы студентов получили дипломы по профессиям сварщика, сантехника, автомеханика, слесаря. Именно в них сегодня нуждается рынок труда. Ваша главная задача – это дать человеку профессию, с которой вы достойно справляетесь. Сейчас с каждым годом растет востребованность именно в специалистах, которые способны работать на высокотехнологическом оборудовании. И повторю, что с этой задачей вы справляетесь, потому что система профтехобразования, она смогла сохранить те исторические традиции, все самое лучшее, и сейчас освоила новые методы обучения своих студентов. Система профессионального технического образования в республике представлена 20 образовательными организациями, в которых обучаются более 10 тысяч студентов и осуществляют педагогическую деятельность 546 работников. Ираида Мизик – одна из тех педагогов, которые помнят всех своих студентов в лицо, потому что забота о них и их обучение стали делами ее жизни. Сейчас на данный момент очень тяжело дистанционка, потому что мы не имеем контакта прямого с детьми. И детям очень сложно, и нам очень сложно без них, потому что нет ежедневной поддержки их. На работу прибегают, бегут, здрасте. Это настолько всегда пронимает до души, что вот встречаешь где-то этих детей, которые уже давным-давно закончили. Некоторых даже не помнишь, уже они бегут навстречу. А вы помните? Конечно, помним. Каждый год рынок занятости испытывает недостаток профессиональных кадров, поэтому востребованность их высока. Спрос на таких специалистов растет, что позволяет возродить статус колледжей и техникумов. У нас стало больше детей идти сегодня в среднее профессиональное образование. Это порядка 60 выпускников. 60% выпускников сегодня идут в СПО. У нас появляются новые мастерские, новые площадки, обновляется материально-техническая база. Но еще многое предстоит нам сделать. Поэтому задачи у нас очень большие. Мы будем поддерживать, помогать системе профессионального образования и готовить конкурентноспособных, высококвалифицированных кадров. Сегодня система профессионального образования доказывает свою необходимость, открывая дорогу для многих юношей и девушек во взрослую жизнь. Фатима Даурова Алибастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Архиз вошел в пятерку лучших курортов для оздоровительного отдыха на Новый год. Самые популярные курорты России у туристов для оздоровительного отдыха в новогодние праздники 2020-2021 выяснил российский сервис бронирования жилья для отдыха от вил.ру. Возглавил список курортов Пятигорску, Кисловодска – второе место. Далее в ТОП-5 вошли Тюмень, Железноводск в Ставропольском крае и Архиз. Все они, по мнению респондентов, самые лучшие курорты на новогодние праздники. Это все вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Теорема Пифагора». Субтитры подогнал «Симон»